МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ему об этом стало известно только сегодня. Теперь его именем названа аудитория. В Государственном институте культуры почтили память заслуженного артиста России Евгения Борисова. Итак, Алтай оказался во власти циклона. Метели серьезно осложнили дорожное движение. В Барнауле с самого утра образовались многокилометровые пробки. На трассах региона разгул стихии спровоцировал сплеск целого ряда аварий. Сегодня же наша съемочная группа едва смогла проехать по дорогам Косихинского района из самого райцентра. Давай, давай! Это самый центр села Косиха. Как видно, шоферы и пешеходы с трудом пробираются по сугробам. На дорогах каша и снега и льда. Несколько машин оказались в Кувете. Автомобилисты помогают друг другу как могут. В ход идут росы и лопаты. В таких условиях без них в прямом смысле никуда. Дорожную технику можно было видеть на подъезде к самой Косихе. Однако ее недостаточно для того, чтобы исправить ситуацию. Как уверяют сельчане, такие дорожные коллапсы здесь уже стали нормой. Да нету их, не чистятся, ничего. Сейчас видите сами, что происходит. Очень плохо. Оставай к нам туда, Филатова. Нет, все не плохо. Полицейские спасатели призывают автомобилистов быть предельно осторожными. По возможности не садиться за руль личного авто. Лучше воспользоваться общественным транспортом. Двое сотрудников полиции Локтевского района уволены. Решение отстранить их от должности приняло руководство ГУД «Края» по результатам служебной проверки. Напомним, на днях в интернете появился видеоролик, где полицейские грубо обошлись с человеком на костылях. Стражи правопорядка не нашли способа лучше, как пинать и тащить по снегу человека, который, по мнению полицейских, вел себя неадекватно. Позже выяснилось, что пострадавший мужчина, инвалид и без костылей, не может передвигаться. Третьему сотруднику, который присутствовал во время инцидента, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Кроме того, непосредственные и пять вышестоящих руководителей данных сотрудников получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров. Несколько месяцев группа подростков издевалась над школьником. Следователи проверяют историю об избиении мальчика в одном из образовательных учреждений Барнаула. Предположительно, речь идет о детской травле. Мать ребенка обвиняет нескольких школьников в издевательствах над ее сыном, а саму школу в игнорировании проблемы. Анастасия Дороган продолжит. В поисках диалога Ульяна идет в школу сына, теперь уже со специальной комиссией. В сентябре ребенок, по ее словам, пришел в оплеванной куртке, а недавно попросил маму купить кастет. На следующий же день мальчику разбили веко куском льда. Личный поиск правды поверг женщину в шок. Ситуацию пытаются повернуть так, что виноват. В том, что за ним два с половиной месяца гонялись, я даже не знаю кто. И виновата я, как мать, которая ненадлежащим образом воспитала сына, который не может убить. О своей истории она рассказала в социальной сети. Уверена, на ее ребенка постоянно нападала банда из ребят помладше из той же школы. Якобы они травили мальчика и преследовали его. А в крайний раз едва не выбили ему глаз ледяным комом. По словам очевидца, пострадавший сопротивлялся. Он им только давал сдачи и это все. То есть он либо их толкал, либо за ними гонялся. Там кого-то мог, мальчишку вообще одного, потом кинул на снег и начал бить. Любопытно, что в целом характеристики мальчика разнятся. Бывает, привлекал к себе внимание тем, что, например, кого-нибудь подойдет, толкнет. Что-нибудь еще. То есть кто младше его, а к старшему он не лез. Дразнитого в школе бьют. А за что? Ну, не знаю, просто так иногда. После обнародования историй к нам обратилась мама одного из детей, которых обвинять в издевательствах. Мальчишки, подростки подрались и так далее. Почему мама не решила вопрос с директором, с заучин, с классным руководителем? Как самому ребенку после вот этой истории учиться в этой школе? Если мама была хотя бы хоть чуточку грамотной и умной, она бы решила этот вопрос внутри школы. И было бы все хоккей. На вопрос классного руководителя, что с тобой случилось? Ничего страшного. Ты упал? Нет. Я просто увидел его медик. Что случилось? Ничего страшного. Помощь нужна? Нет, не нужна. Все. Сейчас ситуация на контроле у полномоченного по правам ребенка в крае Ольги Казанцевой. Она заявила, что мать и ребенок не останутся наедине с системой, и мальчик уже получает психологическую помощь. А еще признала недопустимым не замечать такие истории и перекладывать ответственность на родителей. Всегда так было. Подумаешь, пнули. Детские шалости, на мой взгляд, являются просто недопустимым. Сотрудничества не получается. И пострадавшим в этой части от отсутствия сотрудничества школы и законных представителей является, конечно же, ребенок. В подробности происшествия установит специальная комиссия. В нее вошли специалисты Комитета по образованию города, полиции. Кроме того, ситуацию контролирует детский омбудсмен России Анна Кузнецова. А пока пострадавший мальчик, по словам его мамы, на грани срыва. Мы будем следить за развитием событий. Анастасия Драган, Николай Шелко. Наши новости. Продолжаем выпуск. В Барнауле устранили коммунальную аварию, которая произошла сегодня утром. Это уже третий по счету порыв на городских сетях за последние дни. На этот раз он случился на водопроводной трубе. Рано утром жители Змейногорского тракта обнаружили, что во дворе каша из снега и грязи, а их машины в воде. Люди вызвали коммунальщиков, которые перекрыли трубу. Но без водоснабжения люди не остались, поскольку порыв, как выяснилось, произошел на бесхозной сети. Эта сеть питает только пожарный гидрант, который на данное время отключен. Внутриквартальной, внутриплощадочной сети. И в случае с гидрантом можем здесь увидеть свое участие, потому что гидранты – это противопожарное мероприятие. И их отключить можем выявить и забрать в город. Поэтому сейчас мы этой работой займемся. Сибирская генерирующая компания объяснила причины четырех порывов теплосетей после сезона опрессовки. О подробностях руководители алтайского филиала СГК сегодня рассказали журналистам. Это кадры коммунальной аварии на Димитрово, которая произошла на днях. Из-за повреждения теплосети, которые более 30 лет, без тепла остались порядка 20 домов. И это не единственный случай после первых морозов. Сотрудники СГК оперативно устранили порыв. Это может происходить в отопительном сезоне, рассказывают руководители сибирской генерирующей компании. Когда на фоне резкого похолодания температуру теплоносителя повышают от 70 до 120 градусов. В этих условиях изношенные трубопроводы выходят из строя. Сегодня в Барнауле замены требуют более 50% сетей. То есть около 700 километров трубопроводов. Чтобы все сети, срок службы которых превысил 30 лет, и они исчерпали свой ресурс, вот необходим из отряда порядка миллиарда полутора на каждой из городов. И эта сумма только на Бийск и Рубцовск. На Барнаул понадобится гораздо больше – 21 миллиард. Заменить все тепло сети сразу невозможно. Но в СГК стараются минимизировать возможные повреждения сетей в зимний период. Каждое лето тепловики проводят испытания трубопровода в повышенном давлении, которое позволяет выявить проблемы и вовремя их устранить. В этом году таких нарушений было около 500. Также на встрече затронули темы с неправильным распределением тепла в доме из-за недоработок управляющих компаний. Я вас уверяю, а мы знаем о каждом доме все. Сколько тонн воды мы должны дать, какого качества. У нас все это прописано по каждому потребителю, по каждому жилому дому. Положено там 2 тонны воды в дом поступить, а туда идет 3,5 тонны. И все равно жители жалуются. Ну это о чем говорят? О том, что внутри вообще не распределено. Из-за этого в одной квартире может быть 25 градусов тепла, а в другой – 17. Если жители сталкиваются с подобной ситуацией, им стоит обратиться в управляющую компанию. По словам директора сетевого подразделения СГК, тепловики не преследуют цель заморозить или перегреть своих потребителей. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. В Алтайском государственном институте культуры появилась именная аудитория. Одному из учебных классов присвоили имя заслуженного артиста России Евгения Борисова. Евгений Борисов. Это имя в музыкальных кругах знает практически каждый. Он был первым заведующим кафедрой народных инструментов Института культуры. Он создал оркестр «Сибирь», который до сих пор считается одним из лучших в России и носит его имя. В 2004 году известный артист, дирижер, педагог Евгений Борисов ушел из жизни. Ему было 53 года. К сожалению, некоторые не знают. Ну вот слышат, что да, оркестр имени Евгения Борисова. А кто это был? Это человек, очень значимый для нашего Алтайского края. С сегодняшнего дня одна из аудиторий Института культуры носит имя Евгения Борисова. Здесь на стенах разместили фотографии, афиши, буклеты. Все эти документы знакомят с жизнью и творчеством Борисова. Кстати, открытие аудитории совпало с одним важным событием. В краевой столице стартовал международный конкурс исполнителей на щипковых инструментах «Серебряные струны». Лучшие молодые музыканты выступят на одной сцене с государственным великорусским оркестром «Сибирь» имени Борисова. Для многих артистов это самая большая награда. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Если новости, то с толком. Под таким девизом прошла официальная презентация нового информагентства «Толк». Поздравить интернет-портал с успешным стартом пришли коллеги из других изданий, а также представители банков, строительных компаний и другие представительные персоны края. Новое издание «Сибирской медиагруппы» только начало свою работу, но оно уже широко известно постоянным пользователям новостных ресурсов. Да и среди масс-медиа «Толк» успел заслужить авторитет амбициозного и креативного проекта. На его страницах ежедневно публикуются десятки разноплановых новостей в современном формате. Мы делаем упор на медиа-контент. Это инфографики, инфобостеры, сторимапсы, лонгриды, спецпроекты и прочее-прочее. Мы понимаем, что читателю сейчас неинтересно читать. Обычный константлив фактов он хочет смотреть, изучать за очень короткое время. Поэтому мы стараемся информацию подавать маленечко иначе. Такие толковые новости создают толковые ребята. Журналисты с многолетним опытом, среди которых есть выходцы из федеральных СМИ. Они анализируют тенденции, держат на пульсе политическую и экономическую жизнь региона, разбираются в культуре и других сферах жизни общества. «Сибирская медиагруппа – это же крупнейшая медиагруппа в Западной Сибири, да? Восточной Сибири. Вообще в Сибири. И чего не хватало нашей медиагруппы – это якорного ресурса, это городского портала». Всего за месяц работы вышли сотни новостей, десятки авторских материалов, лангриды, разборы, материалы нового формата о самых актуальных событиях региона. Быть в тренде – кредо толка. Беременность – не помеха для активной жизни. Уже в 12-й раз будущие мамочки встретятся на ежегодном конкурсе «Красоты и таланта». Он пройдет 20 ноября на сцене концертного зала «Сибирь». Семь барнаульских женщин в интересном положении представят хореографические и вокальные номера. Впервые на конкурсе «Я буду мамой» выступят известные артисты, например, певец Владимир Кислов и Александр Лурухадзе. Имена всех приглашенных звезд организаторы пока держат в секрете. Подобные конкурсы для будущих мам пройдут еще в 14 районах края. Беременные женщины в очередной раз докажут окружающим, что они полны сил и энергии. За 12 лет такая небольшая эволюция произошла. Когда мы начинали, немножко было другое отношение в обществе к беременности, вообще вот к процессу вынашивания ребенка, к тому, насколько активна должна быть мама. И когда мы начинали, нам хотелось показать, что беременность не болезнь, что мамочка может быть активной, она может быть творческой. Нужно давать ей еще другое эмоции, ощущения, какие-то разные новые впечатления во время беременности. Добавим, что победительница получит в подарок большой комплект по уходу за ребенком, а всех участниц ждут памятные призы. Барнаул снова стал пристанищем пеликанов. В столицу края привезли еще три краснокнижные кудрявые птицы. Их на днях спасли в Угловском районе. Предполагается, что эти пеликаны, как и 10 ранее отловленных под Олейском, заблудились по пути на юг. Теперь они перезимуют в Барнауле. Питание и уход им обеспечат специалисты Министерства природы края. Они подчеркивают, что иначе нашу зиму птицы не пережили бы. Добавим, на днях перезимовать в наш регион привезли еще одного пеликана из Кемеровской области. С наступлением весны его и других птиц отпустят в дикую природу. В завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – туристическая компания «Авиафлот». Забронируй новогоднюю сказку с компанией «Авиафлот». Туры в любую точку мира. Забронируй новогоднюю сказку в «Авиафлот». Специальные предложения по турам в любую точку мира. 226666. Сайт авиафлот.ру. В крае переменная облачность. В большинстве территорий прогнозируют снег. Минус 9 градусов в днем ожидается в Олейске и Славгороде. На градус холоднее в Бийске. До 12 морозов в Заринске. В Барнауле ночью до минус 19. Днем около 10 градусов мороза. Снег и юго-восточный слабый ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.